Это белорусские колокола. Вот такой подбор и они интересны все по звучанию, как они друг с другом сочетаются. Вы так, музыкой немножко занимаетесь? А музыкой? Да, музыкой занимаетесь. Занимаетесь? Занимаетесь? Вы любите музыку? Вы делаете ничего с музыкой? Нет, я не делаю ничего. Но все равно, для звонаря самое главное это иметь три правила для звонаря. Это хорошее чувство ритма. Три главных правила, которые он должен иметь. Чувство ритма, потому что колокольный звон строится на ритмах православных. Второе, это хорошая координация. Потому что, смотрю, одновременно во время звона надо выполнять разнородные движения руками и ногами. Вы видели уже. И третье, это чувство импровизации. Потому что колокольный звон, он не по нотам исполняется, а как бы изнутри идет. И вы должны импровизировать. У вас есть этот вид, как вы импровизируете. Как вы импровизируете? Это приходит из внутреннего... Да, да, да. Как вы говорите импровизировать? Импровизировать, да? Да, импровизировать. Да, да. Да, да. Колокольный звон, там музыкальная грамота и, в общем, знание музыки тут не обязательно для звонаря. Многие известные русские звонари, они без музыкального образования. Многие люди, как он, известные в России, не имеют никакого образования в музыке. Сейчас перед службой, которая начнется внизу, мы сделаем трезвон. Трезвон? Да, трезвон. Сколько сейчас времени? У меня вперед, у меня вперед. Сейчас где-то без четырех. Без четырех. Но самое то, начать трезвон. Трезвон, это... Трезвоном называется звон во всех колокола. Трезвон means that you are ringing all the bells, all of them. Да. Но перед ним следует благовест. Но перед трезвон, благовест comes. Благовест, это самый большой колокол на колокольне. Благовест is the biggest one that you use, the biggest... Я предлагаю вам начать трезвон с благовеста. Найдите самый большой, где он здесь висит. If you find the biggest one, then you can try it yourself. Ты хочешь об ансамоте здесь? Да, да. The biggest bell. The biggest bell, and then he wants you to start with yourself. Да, это весит 180 килограммов. 180 килограммов. 8? Да. 180. 180. 180. Эта весит чуть меньше, но звучит ниже. Из колокол. Чтобы в него позвонить, надо взяться вот за эту часть, которая называется языком. Но есть... есть... как тебя зовут? Вова. Владимир. Владимир. Владимир, Вова. Каш, батюшка. Вова. Вова. Есть один колокол? 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 Да. Из Австрии? Нет. Нет. Хорошо. Это низкий колокол. Есть колокол, неизвестно откуда. Вот этот самый... Самый высокий из... вот из этой группы. Кто знает, может быть, из Австрии, но... Есть колокол. Мы не знаем, куда это пришло. А, окей. Скажи мне, что я маску. Но вот этот близко. Близко. Из... 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 это... европейский колокол. Потому что я знаю... I know a family that have been for many... for a century... Ага. Producing beds. Он знает, что на семью они в течение века производили в Австрии колокола. Для православных храмов. Да? Нет. Католическая храма. А, католическая храма. А, католическая храма. Ага. В Австрии. Ну что, давайте начнем звонить. Это называется язык. Чтобы колокол звучал, надо подтянуть его на себя. Вы наверное уже звонили. Католическая храма. Да. И тяните на себя. Сиди прямо до конца. Надо подержать интервал. 10 секунд. 10 секунд. Нет. Нет. Метель. Сделаем всем ударом. 7. И последний удар Олег, вы объясните, как задача играть равномерными поочередными ударами, я вначале ударяю в этот колокол, а потом Глеб в этот, и по очереди Ага, сначала ты, потом он, сначала ты, потом он По очереди с большим колоколом Ага, он всегда после тебя, да? Он идет впервые, а после него ты идешь Прямо сразу после тебя, да? Прямо, не ждать ничего Нет, нет, так прямо ПАМ ПАМ Он и ты Равномерные поочередные удары Равномерно Равномерно В тот же миру Естественно В тот же миру В тот же миру Ага Типа Отвечает Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok